Приветствую вас и условно то, что вам можно сделать, можно разделить на две части, на два направления. Первое направление, оно как бы внешнее и вытекает прямо из того, что мужчина, который вам нужен, в силу вашей силы характера, в силу наличия у вас внутреннего стержня, в силу вашего доминирующего самостоятельного поведения, может быть, соответственно, таким человеком, который бы занимал подчиненную роль в ваших отношениях, а вы занимали бы лидирующих, и тогда вы могли бы раскрыться на сто процентов, и мужчина мог бы также занимать удобное ему положение. То есть, тут говорить можно о том, что вы не совсем правильно ищете себе партнера, то есть, не так. И, естественно, это не предполагает изменения с вашей стороны. Если говорить об изменениях с вашей стороны, то здесь необходимо следующее. Первое. Проработка причин такого поведения. То есть, почему вы спрашиваете, по мнению мужчин, много. Почему вы ведете себя напористо и становитесь агрессивными. Такое поведение, трактуящееся уже названной мной формулировкой из личности самостоятельной, вытекает из, может быть, страха, что вы оказываетесь зависимым, зависимым от мужчин. Желание быть независимым, желание быть самостоятельным, как реакция на какой-то внутренний страх, мешает вам проявлять чисто женские качества, женскую мягкость, женское терпение, женскую обходительность и прочее. Проработка первоначальной причины такого вашего поведения помогло бы вам внести в него коррективы и вести себя более гибко по отношению к мужчинам. второе – это очерчивание как бы представление себе личных границ человека, которым мы общаемся, и уважение этих личных границей. Допустим, вопросы сами по себе ничего плохого не несут. Это нормальная реакция человека на другого человека. – это способ узнать о нем побольше. В этом смысле ваше поведение нормальное. Но вопросы, особенно вопросы некоторые, могут затрагивать те сферы человека, те его уголки души, уголки сознания, которыми он, может быть, еще не готов делиться. Ему нужно время. И вот тут вам нужно вовремя останавливаться. Говорить себе, что «стоп, хватит, мужчина мне что-то рассказал, и хорошо, он пока не готов, я ему дам время», и так далее. То есть, учимся чувствовать и уважать личные границы другого человека. Почему? По его реакции на вас, на ваши вопросы. На быстрее два-три вопроса задали, и все. Больше не надо. Просло немного времени, еще столько же. И вот так, постепенно, постепенно, постепенно. Если видите, что мужчине не нравится, стараемся задавать вопросы реже. Дальше. Вы пишете про агрессию в том случае, если мужчина вам не оказывает интерес. агрессия может быть вызвана несколькими причинами. Первая причина, это только желание получить то, что вам нужно, и это в некоторой степени эгоизм. Собратно, опять-таки, нужно уважать другого человека, понимать, что он дает вам столько своего внимания, сколько он может дать, и если вы хотите строить отношения с мужчиной, то нужно принимать именно то, что он вам дает, а не то, чего вы хотите от него. И второе, агрессия может быть следствием того же страха. То есть, вы боитесь, что мужчина вас охладел, боитесь, что мужчина потерял вам интерес, и, соответственно, агрессия выступает здесь, как защитная реакция. вы не можете позволить себе, допустим, как другая женщина, плакать, и так далее. Соответственно, здесь страх быть брошенной уходит ко мне либо в баши одни из первых отношений, либо в детстве. Нужно найти первопричину страха, выявить ее проработать, убрать или купировать. И тогда причина для такого поведения исчезнет. Вот, примерно так вам и нужно двигаться в решении своих вопросов. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. если вы сделаете его лучшим.